И прослушивают телефоны своих союзников, так по крайней мере утверждает американский госсекретарь Джон Керри. Он сделал заявление по следам громкого скандала с прослушкой АНБ французских президентов, нынешнего и двух предыдущих. Франсуа Алант накануне провел экстренные совещания Советов национальной безопасности и обороны и вызвал на ковер американского посла. Но признаний добиться так и не удалось. С подробностями из Парижа наш специальный корреспондент Стас Натанзон. Этот скандал как будто завис в воздухе или в телефонных радиоволнах. Французский президент позвонил американскому и тот пообещал, что больше так не будет. У французских журналистов на это лишь одна реакция. А этот разговор двух лидеров АНБ тоже прослушивала. На сегодняшнем развороте газеты «Либерасьон» это она первая опубликовала новые разоблачения Викиликс. Пример страны Мануэль Вальс делает весьма красноречивый жест. Не надо, мол, лишних слов. И непонятно, боится то ли прослушки, то ли шумихи. Но на вчерашних слушаниях в национальной ассамблее Вальс обещал, так просто Франция это не оставит. Совершенно незаконно осуществлять прослушивание политических руководителей и высших чиновников своих ближайших союзников во имя национальных интересов. Будь то сторонники президента или оппозиции, о чем президент напомнил сегодня утром. Ле Монт на первую полосу неожиданно выносит обзор американской прессы. Оказывается, журналистов Нью-Йорка и Вашингтона попросту не заинтересовал скандал во Франции. Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост опубликовали по одной статье, взятой из сообщений агентства Ассошиэйтед Пресс. Информация подается сухо, с упором на то, что пока нет подтверждения подлинности документов Викиликс. Хотя и замечается, что ранее этот портал опубликовал много подлинных документов. В Уолл-стрит-журнал ведет себя с той же осторожностью, ссылаясь на то, что проверки подлинности документов еще не проведено. Однако реакция французских властей косвенно может говорить о том, что информация Викиликс все же достоверна. Иначе зачем Франсуаланду собирать экстренное совещание Совбеза и Национальной Ассамблеи, а позже звонить в Вашингтон за объяснениями? Французского президента сейчас, похоже, больше всего интересует, какие еще секретные данные достались американской разведке. Полученные данные потом весьма полезны и в экономических, и в политических переговорах. Ведь поводов давить на Париж у Вашингтона в последнее время все больше. Вспомнить, скажем, историю с мистралями. Учитывая, что во Франции скоро начнется избирательная президентская гонка, владелец компромата, а другими словами тот, на кого поставит США, получает неоспоримое преимущество. Неужели эти прослушки для нас открытие? Еще Деголь говорил, что у государств нет друзей. Мы живем в мире, где наши союзники прежде всего являются нашими экономическими и дипломатическими конкурентами. Даже наши европейские партнеры. Поэтому нашим министрам нечего болтать по мобильному телефону и рассказывать о своей жизни. Похожие технологии во Франции уже опробованы. Несколько лет назад с предыдущей предвыборной президентской гонки был буквально выбит главный кандидат Доминик Строскан. На него тогда у журналистов неожиданно нашлась масса компромата. Теперь французские парламентарии задаются вопросом, а кто мог его собирать? Причем свои досье в американской разведке заведены, похоже, на всех европейских политиков. Ведь всего пару лет назад стало известно, что АНБ долгие годы прослушивало и немецкого канцлера Ангелу Меркель. Очевидно, что и другие лидеры ЕС могли оказаться под колпаком. Кстати, британское посольство во Франции с американским вообще делит одну стену. Стас Натанзон и Игорь Никулин.